Как повлияла пандемия коронавируса на образовательную систему в целом? Какие положительные практики мы можем выделить и поделиться ими на международном уровне? Об этом мы не только расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовал второй международный форум по математическому образованию. В его работе принимают участие ученые, преподаватели вузов, учителя из России, из Штатов Америки, Южной Кореи, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Эстонии. Сегодня четвертый день работы нашего форума. Перед началом круглого стола мы пообщались с федеральным профессором математики, директором физтехшколы прикладной математики и информатики Андреем Рогородским. Он прилетел из Москвы, чтобы выступить в Казанском федеральном университете с докладом на тему образования и науков в физтехшколе прикладной математики и информатики. В интервью нашему телеканалу лектор поделился своим мнением по актуальному вопросу для высших учебных заведений. Гибридное образование, его актуализация. Я, в общем, абсолютно традиционалист на самом деле. Я, конечно, очень хочу, чтобы мы вернулись полностью к нормальному очному образованию. Очень в том классическом смысле этого слова, как мы его понимаем. Главный научный сотрудник заведующей лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений заведующей лаборатории прикладных исследований МФТИ Сбербанк Андрей Рогородский рассказал, что онлайн-образование можно делать исключительно в штучном, специально подобранном варианте. По его мнению, нельзя масштабировать это на десятки тысяч, чтобы не просело качество научно-исследовательской работы студентов. Несмотря на это, руководитель совместных исследовательских программ Яндекса и МФТИ Андрей Рогородский выделил плюсы дистанционного обучения. Дистант – это очень удачная, очень мощная форма для того, чтобы получать какое-то подспорье по отношению к нашей обычной очной форме образования. Действительно мощное подспорье. Например, можно какие-то лекции выкладывать дистанционно, а потом в лекционное время дополнительно их комментировать, отвечая на вопросы слушателей. Можно делать какие-то дополнительные видеоматериалы к курсу. Это совершенно замечательно, это действительно тоже заходит. Но в целом образование, конечно, должно быть очным, гибридность тут должна быть только как подспорье. Участниками Международного форума по математическому образованию стали около 180 ученых, преподавателей, учителей и студентов. В этом году форум, организаторами которыми являются Институт математики и механики имени Николая Иванович Лобачевского Казанского федерального университета и Научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа включает в себя пять мероприятий. Среди них тематические научные практические конференции, семинары, молодежная школа, конференция. Илья Андреев, Ленар Довлесьяров, Универ Ньюс.